Итак, мы продолжаем. Вторая карта этого матча в финальном групповой стадии, так будет правильно сказать. И Сигнал Ультра попытаются, наверное, отдать бой более опытному, более сильному сопернику, команде Motivate Trust Gaming, которая довольно легко первую карту выиграла. Драфт вы видите на ваших экранах. Я вижу, что появляется Doom. Doom появляется против Войт Спирита, что уже хорошо, как минимум. Мне нравится то, что набирают сейчас Сигнал Ультра. По крайней мере, этот герой здорово заходит. Он где-то Тайт Хантера может заткнуть, где-то Войт Спирита. Связка саппортов может быть нынче не самая популярная, не самая хорошая, но тем не менее. Пойдет. Пойдет. Лина, для команды MTG. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Четвертый биг сейчас от Сигнал Ультра. Посмотрим, кого доберут. Кто им нужен, давайте думать. Если Doom mid, то тогда нужен кэри и оффлейнер. Пока возьмем тот факт, что Ванж Фулл Спирит плюс Огрмак — это связка саппортов. Очередь сил света запрещать сера. Пойдет. И лайфстиллер Ну вообще неплохо, наверное, выглядит Очень много магического урона У мотиваит раст гейминг Ну и вообще контроля магического Который лайфстиллер, соответственно, может задоджить На линии против Тайтхантера стоит нормально Не сильно мешает Тайтхантеру Но в то же время сам не особо страдает Стояние против этого героя Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд Нужно банить какого-то кэрри Вот нет морфлинга теперь Нет дровки, нет фантом ассасин И нет теперь тролля Жду информации по поводу переигровки Как там команды готовы, не готовы Пока информации нет Ну по большому счету они, наверное, должны были знать В каком они положении сейчас И что все-таки Им, возможно, придется сыграть Вот это тот самый случай Им придется сыграть Очередь сеть света Выбирать героя Осталось 10 секунд Ласт пик Сигнал ультра И это Андерлорд Но вероятнее всего Именно в оффлейн Хотя можно Дума с Андерлордом Как-то покрутить Местами Можно что-то Придумать в этом плане Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд Ну и последний пик Мотивайт Растгейминг Времени у них еще вагон Поэтому Подгонять ребят не будем Пусть придумывают Придумали Арквардена Но мне кажется Вариант шикарный Конкретно здесь Аркварден Смотрится Отлично Мне нравится Я думаю что Команда Мотивайт Растгейминг С этим Аркварденом Должна побеждать Здесь ведь добираться До него проблематично Обычно ты Веришь в то Что Арквардена Можно победить Когда видишь героев Которые против него Хорошо заходят Ну то есть Конкретно в Азии Например Очень любят Играть через Корсным файр Которая запускает Кого-то Варквардена И Таким образом Его там можно убить Да Если какого-то Героя запустят С контролем Желательно Команда подтянется И добили Так что Сложно Придумать Каким образом Здесь сигнал Ультра Будут Эту Арквардена Побеждать Ну как-то Вбежать Ду может С блинком Там на земле На фейзах Зацепить Заткнуть Может быть Да С лайфстилером Внутри Или Венга Каким-то чудом Найдет Позицию И цепанет Но это ведь Все Звучит Только на бумаге Как что-то Возможное На деле Мне кажется Не исполнят Просто таким образом Так Пытаюсь спросить Не говорят нам Про переигровку Ладно Смотрим нашу игру В таком случае Там еще Около часа Я думаю Будет Может больше С Аркварденом Игры Далеко не всегда Получаются Быстрыми Напротив Чаще Они довольно Продолжительные Пока Он купит себе Мидас Пока Он его 55 раз Использует Пока Он купит себе Там Следующие 3-4 слота Это ведь Все Время Вообще В темп Если получится Как-то сыграть Может быть Что-то придумают Сигнал Ультра Не верю Не верю Абсолютно Ли Тоже Хорошая связка Саппортов Водспирит Титан Классно Все набрали МТГ Буду очень удивлен Если МТГ проиграют Вот так вам скажу Сколько там было на них Вулканбет 1.67 Вот сейчас На вторую карту Вижу Вообще 1.44 Думаю Пониже будет Коэффициент На МТГ Но все равно Такой Попанский Кэфф Не для Одинаров Ну да Все-таки Дум Вофлейн Титан В центр Это пожалуй Главная загадка Была после этого Ластпика Вот Дум Против Лины Ой Титан Господи Андерлорд Против Лины Андерлорд Против Лины Конкретно на Лине Я наверное Поставлю на то Что Андерлорд Не сильно страдать Будет Но в то же время Переиграть Лину Вот прям взять И переиграть Ее Да А как Ну Лина Свою тоже Добьет Ты против нее Не можешь Там пушить Линию Надеяться Что она где-то Под вышкой Не будет добивать Там нюки есть Там атака Не самая слабая Пару нулей Купит себе И вообще Кайфовать будет Тайтхантеру здесь Не помешать Вы ставите Против Тайтхантера Двух милишников Удачи Пока грызут Потому что Пока его бьют Пока его неплохо Бьют У него есть конечно Колечко на броню Но все равно Побить его можно Пока ничего не качает Возможно В расчете на то Что может быть Какой-то экшен состоится Вплоть до фрага Доблавый спирит Там фармит В этом плане Доблад Дум плюс венга Работает отлично Милишный титан Он там Мало что может им сделать Если подрубается Земля Дали станчик И побежали просто На этого титана Ему остается Только убегать Он не может Размениваться Даже если Наверное Духа запустит Будет Бить Его перебьют Масарас Все-таки вкачал Пассивку По-прежнему держит Одиннадцать киллпоинт На всякий случай И вот сейчас Его потратил И начинает якорем махать Крипстаты Сами видите Дум Несмотря на то Что здесь титан Немного понапрягал И может быть даже убьет Сейчас вместе с венгой Может быть венгу Правда потеряют Ну да Еще и Джейке Фраг достается Еще и Бумбел Судя по всему Убегает У вана Земля сейчас закончится А если закончится Он не догонит Уже все И фраг не заработали И отдали фб Герою Которому вообще Нельзя отдавать Фб Это довольно Быстрый медас Будет Теряют огра Зарабатывает фраг Фирлис По-моему тут уже игра Под диктовку Будет идти Команда МТГ Масарас вообще Аббата не ощущает Есть брейсер Топорик Так Ну ладно Хотя бы Не погиб Здесь Аббат Приходит Гримс Вот сейчас Масарас нападает Он один Как-то пытается Этим воспользоваться Он вообще не обращает На это внимания Он стоит дерется Он понимает Что бежать тоже Нет никакого смысла Якорем еще помашет Тут немного Есть стики Есть тангус Тангус он уже использовал Второй Пока нет смысла использовать Не вижу телепортов Ну да Вдвоем Может и дожмут его Может быть и дожмут Опять же Посмотрите Как долго это делается Как они его ковыряют Он еще раз Якорем сейчас махнет Если захочет Стики уже нажимал Якорь дает Ну да Убили Но это опять Почему убили Потому что вот этот товарищ Где-то в миде Зато приходит Лина Лина приходит наказывать Лина Может быть Добьет Например Рогра Если станом попадет Да Не попадает станом Еще Арквардена убивает Молодцы Молодцы Сигнал ультра Как-то на двух линиях Умудрились Заработать два убийства Войтспирит Стоит Экспу получает Центр Летит Не стоит Хантер Лина здесь У Лины есть Ультимейт Вот надо просто Зарядить Лайфстилера Вот чем-то попасть В него Он рейдж конечно Может нажать Вот просто чем-то Попасть и Лайфстилер умирает От лагуны Вот они реально Хотят убить Посмотрите сколько Времени здесь Находится Фирлис Причем он лагун Разряжает Аббат Использует Рейдж Додж Драгонслейв Но его конечно Здесь добили Фирлис своего добился И теперь Пытается вместе С Масарасом Запушить Вышку снизу Вообще Катапуль то есть Вышка может Очень рано упасть Масарас готов Танковать здесь Крипов Вышку в том числе Немного Если потребуется Джеймс Пока стоит против Кью Кью вообще Кайфует Каких-то крипов Успевает добить 11 у него Уже плюс Левел Получает активно Сейчас уже Пятого уровня Будет В итоге Будет довольно Раскачанный саппорт Там еще и убивают Надо хотя бы Джеки забрать Хорошо Бумбел здесь Все делает Джеки в итоге Выживает Ему бы развернуться Один удар По ванну нанести Ну и так Хватило Титан В размен на Дума И Вингу Это при том Что огромное количество Людей сюда стянули Сигнал ультра Давайте Вот эту табличку Вам покажу И вы увидите Как все плохо Уутсайдера Этой пары Укрепили свои сооружения Нижнюю башню Сверху Это атакуют Владмерс Наверняка Копит себе Масарас Кью Снова увидел Свободную линию Снова пошел фармить А у него шестой левел Его теперь И не пробили Здесь у него левел Выше чем у Аббата У него левел Чуть ниже чем у Андерлорда Вот смотрите Какие уровни Средний показатель Намного Намного круче Сейчас у МТГ И вот По цифрам Они ведут Под 2000 уже И вот он Мидас 8 минут прошло Мидас появился Сразу же Пара использований И пошла фармешка Фиксируем Насколько Быстро будет расти Нетворс Джеки Относительно Абата Сейчас между ними Там 700 Лиду в центре убили Это хороший фраг А может быть и Тайтхантер убьют Да он получает Дум Есть Вернул блейд И Это минус Тайтхантер Два убийства Шикарных в центре Ну прям реально Шикарные убийства Джеймс из ДД Был Огромное количество Демеж Посмотрите на эти цифры Спасибки Очень много имеет Ну и сейчас Вышку то сносят Ну классно Классно Здесь сигнал ультра Отличный отрезок Провели Вот эти 2 минуты Прям шикарные В их исполнении Минус 2 героя Реализация Дума Первого же Минус вышка И сразу же Перетяжка наверх Для того чтобы Снести Тауэр там И шансов У Кью в соло Защитить эту вышку Практически нет Его гонят Стараются прогнать Максимально далеко Вообще его и убить Здесь могут Даже астрал степа Могут не спасти Куда пойдет В обратную сторону Второй раз прыгать не стал Ловит контроль И Не выживает Да Как-то тоже Неосторожно сыграл Наверное можно было На вот спирите Здесь как-то Дансовать Но не стал он этого делать Кажется что Немного не доиграл Мидасы активно Надо прожимать Пытаются сломать Т1 В топе В миде уже МТГ Джеймси Подошел Вообще рискует Джеймси Он ведь Не настолько прочный У него нет Этих защитных артефактов Там тоже Скорее всего Атосик Какой-нибудь Купит себе Его довольно легко Сбирают Возвращаю 2000 Преимущество МТГ Лайпстиллер Наверняка будет играть По стандарту Через армалет Дезолятор Не знаю Что еще Здесь можно придумать Ну типичный Вот эти артефакты Там МКБ Может быть Рано или поздно Если вообще Доживет до этого момента Аккорды Наташанцев Побольше купить Аналогичные По стоимости Предметы Но гораздо раньше Немного наглеют МТГ Заходят В чужой лес Обосновались там Вард поставили Ван с барабанами На думе тоже Уже давно Никаких новых Сборок не видно Вот вчера Был один дум Который Вспомнил Что драгонайта Можно оказывается Убивать Купив просто Аганим И Спокойно Тот дум победил Реально Купил себе Блинк БКБ Барабан Наверное на старте И потом Аганим Без каких-либо там Изобретений Дополнительных И развалил Укью Продолжается Фармешка Он стоит Реально Спорт позиций Фармит На этом Войд спирите Уже подбирается Вплотную И к думу И к тайт хантеру Восьмой левел Юл скоро купит А тут А тут стаки Стаки Для джеки Мидасы работают Клон работает Фармешка Причем Причем МТГ Ну вот Серьезно Им ведь и делать Ничего не надо Сейчас Они в том положении Где Они спокойно Играют от защиты Да Вообще Не обязательно Доминировать Ну получается Где-то вот такие Фраги находить Ну окей Не получается Да и бог с ними Теперь Фирдос Просто гоняет Всю вражескую команду Все За ним выехали Его может быть И убьют сейчас Наверняка его убьют Он один остался Далеко Контроля хватает Ну огромное количество Людей стянуто Лайфстиллер Даже в убийстве Участвует Куда-то бегает А джеки То никуда не бегает Джеки по лесу бегает Не, ну Q Тоже АФК Просто в тарелку 0.1.2 Юл купил Нормально Денег реально Столько же Сколько у дума Получается Ну что 4 На творца У МТГ довольно хороших И 4000 Они как раз ведут Везде четверочки Есть хут Масараса Он вообще решил Блин, к себе купить На teamfight А вот он Юл Да Прилетел И дальше гоним По классике Ну вот может быть Сейчас мы увидим От Q Какие-то Движения По карте Фотос появляется У Андерлорда Вчера вспоминали Как НС Высказывается Насчет этого предмета Первым слотом Для Андерлорда Ведь С недавних пор Это пошло Что именно Прям рашит Этот артефакт Раньше как-то В оффлейн ходили Все равно Покупали командные слоты Да А точки были Но не в каждой игре И не всегда первым А тут прям нон-стоп Раньше Кримсоны видели Грифсы видели Пайпы видели Много разных вариантов было Лотусы какие-то Ну вот что-то на команду Такое Здесь Берется предмет Который безусловно Дает тебе контроль Но здесь не то чтобы Супер Мобильные герои Ну кроме Войт Спирит От супермобильных И нет людей Ну Лина По скорости Быстро бегает Ну заткнут Лину И будет она бегать Застанет Убьют ее спокойно Хорошо Поймали Титана Даже убивают Титана Нормальный рабочий фраг Ну опять Вся команда стянулась Из минусов А Джейки уже начинает летать Летать По карте с Бутсов Тревел У него есть и Молнии Тревелая и Медас Классический Вот этот набор И он прям будет Оказывать давление На какую-то линию Он будет нон-стоп Ее Пушить Просто по кулдауну Кулдаун сейчас стал пониже 12 левел есть Так Здесь какой-то экшен Там Аббат чуть не погиб Но теперь может погибнуть Фирлис Он думсловел Надо его гнать Обязательно Войт Спирит Отвлекает внимание на себя И возможно таким образом Спасает своего тиммейта Нужно бежать Линопередвигается С нормальной скоростью Но не угадывают Они думают Что она ушла в лес А Фирлис Не стал ничего придумывать Он просто пошел Пешком по линии По прямой И Таким образом выживает А дом ушел Дом потрачен Один фраг заработали На четверке А теперь-то Фирлис С прокастом уже Можно даже на Веншфулл Спирит Не тратить лагуну Или потратил он А нет Лагуну он до этого Где тратил Дезолятор лайфстилера Ну это неплохо Команда теперь Рошана уверенно заберет С вингоя с лайфстилером Надо только дойти Пару человек Для этого Необходимо еще забрать По пути Здесь попытка Убить Титана Снова его ловят Тосик отрабатывает Дай себе Пару раз Титана забрали Дальше будет худ Вот уже приходят Какие-то силы Стягивать вниз Для того чтобы Разбираться с клоном Арквардена Я думаю что Этого героя Пробуют сейчас С МТГ Я уверен что Играть они на нем Умеют Но может быть Не особо уверены Просто решили попробовать Перед плей-офф стадией Такой персонаж Как Аркварден Может в плей-офф стадии Где-то и помочь А здесь Лина подставляется Снова идут Отдаются МТГ Я вообще Не помню Был ли Рэвидж Хоть один Кому вообще Нужны эти Рэвиджи Для слабаков Титана тоже Сейчас будут убивать Но Аркварден Стоит он Крепасов бьет Мне вообще плевать Что происходит Пока он всех Крепасов На карте Не убьет Он играть в доту Не будет Молодцы Сигнал ультра Очень здорово Бодается Мне нравится Что они играют Достаточно агрессивно Понимая Против какого героя Они играют Еще пара Таких выходов Пара драк Где не будет Рэвиджа Где МТГ Опять подставится В меньшинстве И полностью Отыграют Сигнал ультра Все преимущества И на Рошана В итоге сходят Мне кажется У них шансов Бить Рошана Даже побольше Сейчас Намного больше Опять Они убивают В первые 20 минут Очень прилично Не всегда Именно Столько времени Они убивают Иногда в первые 10 минут У них хорошие Показатели По фрагам Так Фирлис Сейчас выйдет Андерлорд И опять его поймает Да Он еще и на хосте У Лины здесь Шансов немного Было Но почему-то Эта штука Не используется И наконец-то Выход уже От МТГ Они планируют Пробежаться Реведж Пора бы увидеть Масарас Реведж Пока первого левела Он его кастует И попытка убить Лайфстилера Очень быстро Это и происходит Легчайший фраг Он не среагировал Рейдж не нажал Под Реведж Не ожидал Что Масарас на блинке Вот так Нагло резко ворвется И теперь Андерлорд Будет пытаться Увозить команду Может увезти не всех Там Всех остальных отпускают Гонятся за вингой Потому что она была Вне радиуса Спокойно ее убивают Что Рошан Не Рошан Хватит им силенок Или нет Мне кажется Не хватит Прямо сейчас В центре вижу Убивают Титана В очередной раз Хватит его бить Да и опять Без помощи Бумбел Может Масараса? Нет Тот пока уходит На блинке Ну Ванта Бегает быстро Затыкает Тайтхантера Да нет О каком Рошане Здесь речь быть не могло Здесь вообще МТГ Ну откровенно Дарят фраги Куда-то пошли В итоге разделились Даже не всей толпой Побежали Где-то отделился Титан Убили Где-то задержался Тайтхантер Убили И только вот этого парня Никто не убивает Один раз он там На линии погиб Три-един-два Статистику имеет По-моему Очень Хороший показатель Ну и да То самое О чем я говорил Нужен какой-то хороший мин Чтобы сигнал ультра С дизолятором Зашли в рожпит Так и происходит Вот спирит Вот спирит Стал степы есть Значит по идее Должен жить Джеки приходит на помощь Побороться за Рошана Но не успевает Айкс достается Лайфстилеру Надо ждать Тайтхантера Нужно ждать Новый реведж Именно с ним Максимально сильный дайер Без него напротив Я бы сказал Довольно слабые Разбирается уже Копия Героями Как ванжи Фулспири Довольно много урона Способен Джеки нынче нанести Здесь хороший врыв И хватит ли урона Герои-то с эскейпами Дума нет Так А вот теперь А вот теперь А вот теперь не получается Вингу могут Тайтхантер прыгает Очень нагло Один во всех Просто здесь Три героя уснули И снова Войтспирит Снова Дум на него Решил атаку совершить И снова не добил Переоценивает Дум Свои возможности контроля Тайтхантер в итоге погиб Он без реведжа Был в момент Когда обрывался Потом реведж появился Он его не дал И вот сейчас Еще и Лина подставляется Но Не доигрывают же Не доигрывают От МТГ Откровенно Еще и Аркварден Подставился Ну куда полезли-то Ну подождите вы 10 секунд Будет реведж Всех убьете Нет, они лезут Дают шанс И Сигнал Ультра Этим пользуются Безответственная игра Я бы сказал От команды МТГ Чем мотивируются Когда Не ждут Ключевую свою способность На которой По большому счету Вся драка у них построена Вопрос Ну очень много нафидили Ну 18 киллов отдали Да Убьется Честно Убьется Но это Компенсация Плохая В итоге Из-за того Отдали Рошана Несколько раз погибли Даже Аркварден У Лайфстилера Вообще практически Не выигрывает С Мидасами С этими бесконечными С тем что Не участвует В драках Аркварден То есть Бесконечно фармить лес Лайфстилер Там убил Здесь убил Но видимо МТГ решили играть От защиты теперь Тут уже ни о какой доминации С их стороны Речи быть не может Они по прежнему ведут Но ведут копейки Масарасу Нужно нормальную позицию Занимать Обязательно У него 5 смертей Это перебор Для Тайтхантера Умирает как Винга Как Титан И конечно По нему будет фокус Зачастую Конечно его захотят Выключить Именно Думом Если есть возможность Не дать Тайтхантеру Ультануть Этой возможностью Будут пользоваться Потом когда Реведж будет Может быть не так опасен Для некоторых героев Кто-то БКБ окупит Лайфстилера Уже так просто Не убить будет за реведж Вот тогда Да Можно будет уже Думать о том Чтобы В Лину Эту способность Выкидывать Вот спирит Не допрыгнул Вот сейчас допрыгнул До лук граунда Видите хороший шанс Сейчас у Сигнал Ультра Запушить еще одну Т2 вышку В центре уже снесли Параллельно там Лина С Тайтхантером Толкают вниз И Учитывая что есть Всегда Аркварден Нужно Сигнал Ультра Про это помнить Помнить Потому что он Спушит Т3 Таким образом И нужно уже лететь Прилетает туда Дум Прилетает туда Винга Посмотрите что делает Аркварден Уже с Ваном То есть если приходит Дум В соло То Дум Полстолба теряет Абисал Блейд Уже есть у Аббата Неужели он считает Что хватит урона Чтобы убить Кью в одиночку Ну с Огром Наверное справится Так а здесь интересная Ситуация возникает Здесь планируется Нападение на Джеймс А урон хватит А урон то хватит Все на него тратят Посмотрите не хватает урона Это Лагуны Выбросили Рэвидж приходится тратить Ван нажимает БКБ Все таки убили Андерлорда Но какой ценой Умрет точно Тайтхантер Го убьют Го убьют А ну хорошей ценой Ладно Пойдет Если убьют еще и Дума Это пока Аркварден Работает с исключительно Копией Вана тоже убивают И Огрмаг Зачем-то подставляется Следом Это трипл килл Для Фирлиса Вот это да Это в меньшинстве Это без Войт Спирита Без основного Арквардена В итоге основной прилетает Вызывает В очередной раз Свою копию И начинает Убить Т3 Приходится выкупаться Андерлорду У него и так С Нетфорсом Не лучшим образом Дела шли Теперь приходится выкупаться Здесь убийство от Аббата Аббат соло фраг делает Теперь главное уйти Рейджа нет Вообще рейджа нет Надо наказывать Три секунды еще Нажмет рейдж Успеет Армлетом играет Разворачивается Чуть не убил Титана Но Лина Очень быстро бегает Наверное догонит Есть Юл Тем более Ну и Стан подъел Убили По идее Тим Вайп Но с учетом того Что до этого Погибали все И вот сейчас Лайфстилера Также добили Много за него получили Масарас Форстаф Блинк Максимальную дистанцию Видимо планируют занимать Дум не поймать Ворваться С километра Ну и Арквард Купил себе МКБ Вот теперь Теперь какой-то Герой Который придет На защиту Базы После очередного Телепорта Копии Может и отъехать Но условно Avenged Full Spirit Например отлетает Дум мне кажется Тоже не выдержит Столько дамеджа У него брони По прежнему немного Огр Не боец Да все в принципе Будут впитывать Разве что Кроме Лайфстилера Даже Джеймс Он будет неплохо пробивать Хоть и не убьет В соло 10к уже за МТГ Это много Ну и Аркварден За счет Того что ребята Успели провернуть За последние минуты Снова опережает Лайфстилера Уже на 4000 Самый большой разрыв Между ними Здесь убили Титана Ну вот пока Главная жертва Это Титан Да У него стоит Хантер Их прям хейтит Так Джеки Джеки выручают Ван Ван очень Сыграл странно Он пошел Так в наглую На что он рассчитывал Непонятно Массарас не постеснялся Нажал Райвейдж Первые там 20 минут Он вообще не нажимал Эту способность Здесь прям Даже в таких моментах Не жадничает В итоге два фрага Плюс третий фраг Тоже будет Плюс это все делается Ведь под второй таймер Рошана Там ведь может и прокнуть Если прокнет То можно и Сыр с Эгисом забрать В итоге выкупается Вэнш Фолл Спирит Почему? Потому что вот что происходит Джеки гоняет людей Уже на базе Он не пушит барайки Он просто Гонит Соперника под фонтан Сломал Джеки Вышку Дальше можно ломать Следующую Остается две внешних Снизу уже нет Т3 Голые бараки Кью С Аганимом 15 левел Рошан Еще не появился Вот так приходится Через Эбис Нападать На копию Убивает ее Безусловно Лайфстиллер Вопросов нет Две с половиной тысячи Еще у Джеки Еще что-то Сможет себе Прикупить Ну а бат Тоже Быстро Бьет вышки Довольно Хорошо получается С дезолятором Ну и Рошан Появился Кюб Отбирает Баунтируна Можно Наверное Заходить Бить Рошана БКБ На лайфстиллере Это интересно Интересно В том плане Что Теперь ведь Лайфстиллер Реально может Не почувствовать Там Многих Героев Причем очень Долго В драке То есть 6 секунд Рейджа Потом 10 секунд БКБ 2 секунды КД на рейдж И снова рейдж Да Итого Можно Там около Ну 20 с лишним секунд Находиться просто Под эффектом Невосприимчивости К магии Это очень много Вопрос Перебьет ли его Титан Лина точно Никого не перебьет Она ловит дум И умирает Без байбека 80 секунд Это тоже Внушительная цифра Масарас Чуть не погиб Ну и Аркварда Теряет свою копию 12к Смотрите Не так уж и важно Аегису Тайтхантера Посчитали что Будет фокус По нему Если будет В него фокус Он Может там Поймать дум Например Умереть Появиться И дать Все таки рейдж Лейпстилер БКБ Конечно не нажимал Не было Надобности Сейчас нужно Побыстрее Если планирует пуш То надо это делать Побыстрее Масарас Какие же куски От него отрывает На данном этапе Уже Аббат Аббат Видно что МТГ если бы Не нафидили В определенный момент Когда они Помните По фрагам Сильно проигрывали То запас У них огромный Когда нужно Команда включается По макро Двигается лучше Решение принимает Более правильное Так что Конечно Эта команда Более классная Если бы Тайпаре Пришлось сыграть Там 10 серий Бест оф 3 Не знаю На деньги Каждую Это все 10 Я думаю МТГ выиграли Причем Большую часть С счетом 2-0 Пробежали С макахом ТГМ Никого не нашли Вана Скоро будет Иганим Это против Тайтхантера В первую очередь Здорово Ну и вообще Предмет так классный Пойдут Отпушивать Сейчас нижнюю линию А Джеки Будет толкать Центральную Там крипы Крип один есть Т2 Потихонечку Падает На топе Т2 уже нет Так здесь Думу нельзя Ни в коем случае Умирать Он нажимает БКБ Разворачивается И никого не видит Вернее видит Зацепить не может А вот Лину нашли Лину нашли Хорошо Причем Лину убивают Без Дума Что крайне важно Кого-то бы еще поймать Поймали Бумбел Прячется Вижн есть Бумбела тоже убьют Кварден пытается Да и получается У него убить И Дума здесь убили И Веншфул Спирит убили И надо как-то расконтролить Тревиджа уже не осталось Его потратили Ой-ой-ой Баш Вот Перед минус Вот да Как-то в чистом поле Аббат так крошит соперник Он реально крошит Он действительно Очень силен Этот лайфстилер Сейчас Я просто боюсь Что команде Сигнал Ультра Ну не дадут Играть По вот этой причине Джеки постоянно Будет Давить все линии И бесконечно Обороняться Так нельзя Но это очень Неприятный Геймплей Причем приходится Уже Таких сильных Героев стягивать Для того Чтобы защищать Вот этой копии Свою базу Ты уже не отправишь Туда Какого-то Дума Скорее всего Он не выдержит Его убьют Нужен лайфстилер Нужен андерлорд Абат точно так же И основного героя Убьет Когда доберется До него Лайфстилер Реально становится Проблемой Для МТГ Они продолжают Увеличивать Преимущество По золоту Они продолжают Сплитпушить Как демоны Но Сейчас В тимфайте Не уверен Что они сильнее Ну то есть Только если Реведжем Как-то поймают Лайфстилера В любом другом Случае Проблем не избежать Айдалус Арквардена Все в ДПС Хотя и Здоровья у него много Да, есть ой в скаде Сейчас будет уверенно идти К 30 левелу Но копия уже не вывозит лайфстилера От слова совсем, она вообще из баши не выходит Придется как-то по-другому выиграть Вообще можем посмотреть довольно Затяжную карту Так, ага, или нет Потому что нападаю от МТГ Тайдхантер, что по ревейджу Ревейдж он Дать Может ведь, может ведь, может ведь Не делает этого Ну там, ладно, один герой был В БКБ, неужели будут драться? Видимо Дума, да, очень хотят убить Копия поработает, 3-4 удара Надо донести, дальше, 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 дальше Нет, не хватает урона Хотя там Лина, свой Спирит там Вот они уже разбираются, размен 2 в 1 получается В пользу МТГ в итоге И это без ревейджа Теперь надо просто каким-то образом контролировать лайфстилера Кью отрабатывает Но Кью ловят Есть сыр И усыр нажать не успевает Ну там и до следующего Рошана Недалеко такими темпами Субтитры сделал DimaTorzok Джеймс тоже хочет себе Эбисолт взять И очень много урона И дополнительный контроль не помешает Джеки толкает уже верхнюю линию Пара ударов Ван много урона получил Пошел у нас новый Тиршмоток Вообще давненько на этой лиге не доживали мы Так, Тиршмоток Так, Джеки Даже копию не потерял Таки улетели сигнал ультрам Беда в том, что Джеки скоро достигнет пика И расти будет некуда Прожимается смок Вот сейчас убить Тайдхантера И шанс зацепиться Тайдхантер стоит Посмотрите где Первым Уходит на даггере Да ладно Среагировал Хорошо Теперь нужен снова блин Для того, чтобы развернуться И реведж по пятерым как выписать Вот навязать Навязать нужно драку Там Аркварден толкает верхнюю линию Уже прямо сейчас надо навязывать драку Пока никто не стянулся Ну все, лайфстиллер прилетит И копия ничего не сделает А вот сейчас в отсутствии лайфстиллера Да, тоже вариант Все тратят для того, чтобы уйти Тратится также реведж Не стесняются Понимают, что лайфстиллер один Всю команду не перебьет Хотя кто его знает Там огры сейчас скорее всего добьют Убивают также ваншфул спирит Но отпускают Джеймси Туги реведж на двух саппортов потрачет Тайдхантер У него пока нет в планах Какого-то рефрешера Может быть у Рошана Есть в планах Подарить командам рефрешер Лина 25 левел Тоже Сильвер Редж будет брать себе А там кто подставляется? Масарас подставляется Ну вот Такой хороший религейм от него Так он здорово действовал Линию хорошо отстоял Но То что происходит потом Откровенно конечно фидит 8 смертей многовато будет И сейчас бы Вообще не подставится команде МТГ Конечно очень агрессивно действует Но Тайдхантера нет Но там легкий фракт Отбиваться Только отбиваться остается Больше делать нечего Отбиваться вот этой Безжалостной Копии от этого клона Так огар Нормальный урон Дальше прыгает Войтспирит Не убили конечно Но было близко О А в Джеймсе Какие же куски От него отрывают Там еще пара молний вылетит Гримс умрет Ладно Оба выжили Пойдет Отвлекли внимание Сейчас Таким образом От Рошана Ребята из МТГ У Рошана Аганим Давайте подумаем Тайдхантера я думаю В этой ситуации нет смысла отдавать Лина свой имеет Войтспирит свой имеет Титану может Или сам Аркварден заберет Не у Титана Все таки у Тайдхантера Волну запускают Быстренько Убили Андерлорда Без байбека Он не успел увести Команду Дум в Тайдхантера Цель конечно хорошая Вопросов нет Убивает Войтспирита в ответ Пока 4 в 4 остаются команды Но сейчас будет 4 в 3 Судя по всему Потому что Лина очень битая Пытается отойти Лина с Аегисом Нет 4 в 3 они не будут Или будут Минус Мэнш Фоллспирит Также Титан погиб И сражается Сражается Против Лайфстилера Аркварден И выходит победителем Так как Лайфстилер Распугался и улетел Дальше Убийство Гримза Два героя Без байбека Будут очень долго На год лайки Уже Джейки И надо идти Ломать линии Времени вагон Для этого В большинстве МТГ Сильно в большинстве Если мы будем Эту Иллюзию считать А мы не можем И не считать За полноценную Боевую единицу Бан Он просто вышел Получил реведж Умер Тоже без байбека Лайфстилер Чуть не погиб Рискует Масарас В очередной раз Но они просто Зонят сейчас Лайфстилера Он не может подойти С таким количеством ХП Страшно слишком А вот Дайер могут Продолжать Ломать Вышки Бараки Аганим Также купил Спидджеки У него и муншард Есть Аганим Есть Он все Абсолютно Купил У него еще 3000 42к Нафармил За 44 минуты Показатель По-моему Прекрасный Манж Фулспирит Надо Джеки Просто добить ее Без шансов Абсолютно Косарь ГПМа Пойдет Думаю Не рекорд далеко Но Показатель нормальный Пока еще Не мега Крипы Но близко К этому Сверху нет Т3 Аквардан ДД Заканчивается Ни одного Байбека нет Джеки Кстати Тоже не хватает Прикиньте Арквардана 200 золота На байбек Не хватает Так Андерлорд Ой как больно Джеймси Ой как больно Джеймси Как же легко И лайфстилер Тоже может отъехать Нельзя умирать Живи Аббат Живет Аббат Пойдет Ладно Ладно Это Не меняет Конечно Суть происходящего ДГ Делает Мега крипов Драки Так и не получилось Наконец Камбэка Не будет Мне так кажется Просто залетел Дал рейвидж Зацепил только Огра Хорош Но в этот раз Аббат Хорош среагировал Он же подойти Не может Его зонят Прогоняют У него есть Байбек Возможно придется Пойти подраться Даже умереть Возможно придется Чтобы выкупиться Следом И долетают Эти тычки Бесконечные Под скади 2-0 МТГ Ну что Групповая стадия Основная ее часть Все 13 игровых дней Подошли к концу Но Это не конец Нас судя по всему Ждет Переигровка Одна МНК Против Бум и Спорт Ну и Вывеска то какая Крутая пара команд Я буду Держать У вас в курсе событий Стрим никуда падать Не будет Мы будем ждать Этот матч Как только он Стартанет Так мы выйдем в эфир Я не знаю Мне пока не сообщили Лобби еще нет Если вдруг Игра задержится Перенесется Я конечно В чате вам всем Напишу Сообщу Но пока Установка такая Ждем игру Ждем переигровку В формате Best of One Важная переигровка Потому что Одна команда По ее итогам Отправится в верхнюю сетку Другая в нижнюю Это Абсолютно разный путь На турнире У одних появится Права на ошибку Других нет В общем ждем А пока Уйдем на перерыв Немного отдохнем И скоро вернемся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok